Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу, моему городку. Доходный дом фон Голли, коронанский 61, Лиза Чайкина 28. Архитекторы Голли, год постройки 1901-1902, стиль модерн, пользуясь сайтом CityWalls. Собственный дом, доходный дом фон Голли, модерн. Асимметричная композиция отличается сочной пластикой мягких текучих форм, изысканной проработкой деталей, среди которых выделяется эффектный портал со скульптурой. В этом произведении достигнут сплав приемов раннего модерна и стилизованных мотивов барокко и рококо. Такое решение близко немецкому югенстилю и синхронным работам его петербургского представителя Шауба. Здесь Голли жил с семьей. Он был женат на дочери архитектора Китнера Евгении Иеронимовне. В этом доме жили архитектор Дмитрий Андреевич Васильев 1922-1940, 130-1940 архитектор Александр Иванович Гетелло. 1905-1907 архитектор Голли. 1907-1917 архитектор Михаил Хаимович Дубинский, архитектор Дубинский, выпускник Академии художеств 1904 года, автор проекта здания Николаевской морской академии доходных домов, в частности здания на Большой Пускарской 13. Он был победителем конкурса проектов застройки Тучкова-Буян. 1924-1940 архитектор Александр Маркович Конарев. В 1923-1933 годах здесь жил Георгий Федорович Ланг, создатель отечественной школы терапевтов, профессор Петроградского института для усовершенствования врачей, заведующий клиникой факультетской терапии Первого Ленинградского медицинского института Академии. В 1923-1934 годах проживал Васильев, реставратор совместно с Лансери Мраморного дворца. В 1915-17 годах здесь жил старший мастер электроцеха завода Ленгензлен, а затем завода Вулкан Карл Якоб Ошкраузе. Умер блокадного Ленинграда в январе 1942 года. В одной из квартир в лицевом корпусе находятся два витража в окнах, выходящих во двор. Ну вот так вкратце, пользуясь данными сайта CityWalls о Кровневском проспекте 61 Лизы Чайкиной, 28, доходный дом фон Галии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.